Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка и приглашаю в мастерскую чтения и письма. Описание психологического состояния человека. Подробное изложение. В ходе урока мы ответим на следующие вопросы. Как написать подробное изложение? В чем заключается особенность описания психологического состояния человека? Какие впечатления вызывают у нас сказки? Как лучше подготовиться к написанию подробного изложения? При ответе используйте следующие слова и выражения. Внимательно. Основная мысль. Микротемы. Ключевые слова. План. Конструкции предложений. Необычные, сложные слова. Внимательно. Прочитайте или прослушайте текст. Сформулируйте основную мысль. Определите микротемы текста. Отметьте ключевые слова для каждой микротемы. Составьте план. Обратите внимание на конструкции предложений и необычные, сложные слова. У нас получился своеобразный алгоритм. Инструкция по написанию изложения. Мы будем описывать психологическое состояние героя. В рубрике «Слово дня» прилагательное «психологический». Психологический. Прилагательное «психологический» образовано от имени существительного «психология». Слово «психология» пришло к нам из греческого языка и означает «учение о душе». Психологический. Относящийся к науке психологии, связанный с ней. Второе значение. Связанный с психической деятельностью человека. Третье значение. Основанный на знании психологии человека, раскрывающий, показывающий внутренний мир. И четвертое значение. Созданный, построенный на углубленном изображении психологии героев. А произведение литературы – искусство. Примеры. Психологический словарь. Психологическое состояние. Психологический подход. Психологический роман. Вам предстоит написать подробное изложение фрагмента из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» от третьего лица. Несомненно, лучше понять основную мысль текста, его особенностей, поможет знание того, как создавалось произведение. Я уверена, что вы много знаете о творчестве Чингиза Турекуловича Айтматова, читали его произведения, в том числе повесть «Белый пароход». Впервые повесть после сказки «Белый пароход» была опубликована в 1970 году. Она рассказывает историю семилетнего мальчика-сироты, который живет на заповедном кордоне, что на берегу озера Иссыкуль. Его воспитывают родственники. Но лишь деду Мамону есть до него дело. По вечерам дед рассказывает мальчику сказки. Вот бы мать Олениха вернулась, то она на нас в обиде. А, да ты ничего про нее не знаешь, она покровительница нашего рода. Дедушка мне всегда про нее рассказывает, когда я его прошу. Нет, не будет мой сын способен на дурное. Я верю в благородную силу своего молока и в свою любовь, любовь матери. Да, сказала мать Олениха колдунья эти слова, рогами подняла колыбель и побежала по горам, по долам, подальше от этого места. А когда у них первенец родился, мать Олениха принесла им на своих рогах колыбель с колокольчиком на дужке и стала нажаться их рот. Вот, с тех пор и говорят в народе, у кого нет детей, те должны молить рогатую мать Олениху, чтобы она принесла им колыбель. Если вы еще не читали повесть о мальчике, мечтающем уплыть к белому пароходу, обязательно прочтите ее в свободное время. Я уверена, это произведение не оставит вас равнодушными. А перед нами стоит задача познакомиться с фрагментом из этой повести и подготовиться к изложению. Согласно первому пункту нашего алгоритма, внимательно прослушайте текст. А что значит «внимательно»? Предлагаю вам использовать прием, который способствует процессу вдумчивого, внимательного слушания текста. Для этого разделите тетрадь на три колонки. Первая колонка «Начало каждой микротемы». Сюда записывайте первые слова предложений, с которых начинается каждая микротема. Вторая колонка «Ключевые слова микротемы». Глаголы, наречия, слова категории состояния, передающие психологическое, то есть душевное состояние героя. Третья колонка «План». Название каждой микротемы. Опираясь на записи в данной колонке, вы составите план изложения. Итак, у нас есть таблица для работы с текстом. Слушаем текст. Текст читает учащийся учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62 города Бишкека Бакиев-Тимур. Вечером, когда я с делами покончена, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь, ветер ходит злющий. Самые великие горы, и те в такие ночи робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из дому. Я бы громко сказал горам, не робейте горы, я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель. Я ничего не боюсь. И вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу. Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки и в лес. Деревьям ведь тоже ночью страшно в лесу. Они одни, никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу, и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Наверное, деревья, что весной не зеленеют, это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова. Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Вот так мы и живем зимой. Долго тянется зима. И если бы не дедовые сказки, очень скучно было бы зимой. Какую картину вы представили? Кого вы представили в воображении? Дедушку, рассказывающего маленькому мальчику сказки. Какое время года? Зима. А время суток? Поздний вечер, ночь. Какая она? Темная-темная, морозная-морозная. А ветер злющий, даже горы робеют. Но почему маленькому мальчику тогда не только страшно, но и радостно? Да потому что дома свет, дедушка и его сказки. Итак, это первая микротема нашего текста. Надеюсь, вы выписали первое слово, с которого она начинается. Вечером. Когда? Ключевые слова. Сказки. Темная-темная, морозная-морозная ночь. Злющий ветер. Великие горы робеют. Свет в окошках. Страшно и радостно. Давайте понаблюдаем за словами категории состояния. Они подскажут, что ощущает герой. Что он чувствует. Ведь наша задача – передать его чувства. Выпишем эти слова отдельно. И страшно, и радостно. Идем дальше. О чем мечтает наш герой? Мальчик всей душой хочет, чтобы никому не было страшно в морозную вьюжную ночь. Он мечтает помочь горам. Он не боится ветра и призывает горы тоже быть смелыми. Он смело перешагивает реки, без страха идет в лес, чтобы поддержать застывшие от страха деревья, ведь им некуда приткнуться. Нет у них доброго дедушки Мамуна. Интересное предположение делает герой. Те деревья весной не зеленеют, которые застыли от страха. Вот о чем думает наш герой-великан, когда дед рассказывает ему сказки. Мы рассмотрели вторую микротему. Как видим, это основная часть текста. Надеюсь, вы смогли выделить в ней три смысловые части. Надел бы великанью шубу, не робейте горы, каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Какие слова помогли нам их выделить? Был бы я великаном, не робейте, я здесь, я ничего не боюсь, деревьям очень страшно. Некуда им приткнуться, каждое дерево похлопал бы, не так страшно было. Не зеленеют, застыли от страха, рассказывает мне сказки. Надеюсь, вы успели их записать в тетради. Порассуждаем о фантазиях мальчика. О чем они говорят? Мальчику страшно, как каждому ребенку ночью. Но он убеждает себя быть сильным и смелым. И как у самого настоящего героя, у него очень доброе сердце. Ему жалко замерзших на стуже деревьев. Он чувствует их страх и хочет избавить их от него. Предлагаю записать это противоречивое состояние. Очень страшно? Не так страшно. Идем дальше. Что вы записали? Вот так и живем зимой. А какое слово передает настроение мальчика? Это слово долго. Уверена, если что-то долго тянется, вам тоже становится скучно. Ведь правда? А почему мальчику не скучно? Да потому что сказки дедушки Мамуна рождают фантазии и помогают справиться со страхом. И нет места скуки. Успели записать ключевые слова? Следуя нашему алгоритму, составим сложный план текста. Не забудьте, что во втором абзаце микротемы мы выделили еще три смысловые части. Вот такой план составила я. Первое. Страшно и радостно в темную морозную ночь. Второе. Если бы я был великаном. Далее следуют части второго пункта плана. Не бойтесь горы, деревьям очень страшно ночью, деревья, которые застыли от страха. Третье. Долго тянется зима. Вы можете расширить данный план, добавив еще важные, на ваш взгляд, пункты. Долго тянется зима. Кажется, все написаны грамотно и правильно передают основную мысль. Но какой вариант наиболее близок к описанию переживаний мальчика? Ведь нам нужно передать внутренний мир героя. На мой взгляд, наиболее удачен второй вариант. Слово «ребенок» подчеркивает не только возраст героя, но и наше отношение к нему. Звучит оно ласково. А слово «мечтает» подчеркивает его душевное состояние. Но, возможно, вы увидели в других примерах что-то особенное. А я хочу обратить ваше внимание на описание действий во всех приведенных примерах. Подведем итоги нашей работы над предложением. Как передать текст от третьего лица? Необходимо местоимение «я» заменить словами «ребенок», «герой», «мальчик», «мальчуган», «герой-великан» местоимением «он». И обязательно правильно согласовать сказуемое с подлежащим. Необходимо перевести предложение с прямой речью в предложение с косвенной речью. Поработаем с несколькими предложениями. Рассмотрим знаки препинания и обратим внимание на способы передачи чужой речи. Какие знаки препинания пропущены в предложениях на слайде? Будьте внимательны, друзья! В тексте много сложных предложений. А значит, перед союзами в таких предложениях мы ставим запятые. Не забываем о знаках препинания между однородными членами предложения. Ребенок мечтает стать великаном, запятая, надеть великанью шубу и выйти из дому, запятая, чтобы горы его увидели и перестали робеть. Он хочет им сказать, запятая, что не боится темноты, запятая, ветра, запятая, метели, запятая, и призывает их тоже не робеть. Он говорит, запятая, что надо стоять на местах, запятая, а не жаться в кучу. Послушайте еще раз текст. Посмотрите свои записи, дополните их при необходимости. Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. «Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь. Ветер ходит злющий. Самые великие горы и те в такие ночи робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из дому. Я бы громко сказал горам, не робейте горы, я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель, я ничего не боюсь. И вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу. Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки и в лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже. Некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу, и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Наверное, деревья, что весной не зеленеют, это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова. Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Надеюсь, что мы хорошо поработали над текстом. Я думаю, что вы готовы самостоятельно написать подробное изложение. После урока прочитайте в учебнике четвертый пункт мастерской «Создание черновика». Там вы найдете интересные рекомендации. Советую им следовать. А я завершаю урок. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы, как написать подробное изложение, в чем заключается особенность описания психологического состояния человека, какие впечатления вызывают у нас сказки. Напишите подробное изложение фрагмента из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход от третьего лица». Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя, кто победил свой страх и свою неуверенность. Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Творческих вам успехов! Субтитры создавал DimaTorzok